Павел Савич работает мастером аварийно-ремонтной службы в Одинцовской теплосети уже три года. На ликвидацию нештатных ситуаций он с коллегами выезжает практически ежедневно. В редкие спокойные дни специалистам компании тоже не до отдыха. Нужно поддерживать технику в исправном состоянии. Бензогенератор, который выдает электричество на 220-380 вольт, который необходим при аварийных работах. Потом помпа водонапорная, чтобы откачивать воду с колодца, с камер. Это тоже обязательно. Ну и дополнительное оборудование у нас идет как при монтаже пластиковых труб. Нам необходим позиционер для более точного спаивания. Кроме того, в каждом аварийном автомобиле имеются сварочные аппараты, насосы, отбойники и болгарки. Переключаем на сварку. Сюда переключаем на генератор. То бишь и варить, и одновременно. Ну не одновременно, а если нужна электроэнергия, переключил на электроэнергию. Если нужна сварка, переключил на сварку и работаешь как сварочным аппаратом. Наш муниципалитет поделен на энергорайоны. В каждом работает бригада оперативного реагирования. Кроме того, круглосуточно находятся на дежурстве три автомобиля аварийной службы. Технических средств для устранения нештатных ситуаций у Одинцовской теплосети достаточно. Все исправно и готово к эксплуатации. Генераторы постоянно, как вот в автомобиле, проводим ТО, потому что работают они в постоянном режиме. Они постоянно, ну как бы, в работу у них круглые сутки, но капитально. То бишь меняем масло, меняем свечи, проводим ТО и так далее. То же самое с помпами. Болгарки, где что-то ломается, меняем, делаем, устраняем. Если получается, закупаем новое. 23 единицы техники перевело на зимний режим работы и управления жилищного хозяйства. Они могут оперативно устранять всевозможные прорывы и протечки внутри домов. От звонка о происшествии до прибытия на место аварийной бригады уходит не более 20-30 минут. У нас работает аварийная диспетчерская служба. 326 домов. Все со своей работой справляются. 5 ЖО, жилищно-эксплуатационных участков, находятся. Аварийная диспетчерская служба работает, повторюсь, в круглосуточном режиме. Соответственно, оперативность реагирования на аварийные ситуации происходит через диспетчера. И по факту звонка от собственника квартиры выезжает оперативная группа для устранения аварии. Отопительный сезон в Одинцовском районе начался досрочно. Коммунальщики приложили максимум усилий для того, чтобы он прошел без аварий. Но если все-таки нештатная ситуация случится, они в любой момент готовы выехать на ее устранение.